А теперь поговорим о пчелах. Если у вас нет аллергии на их укусы, то обычно они не смертельно опасны. Но это обычные пчелы. А вот если речь идет об африканизированной пчеле, которая представляет собой гибрид африканской пчелы с пчелами, распространенными в Европе, то она может нанести серьезный ущерб здоровью и жизни, даже если у вас нет на нее аллергии. Африканизированная пчела, которой дали прозвище «пчела-убийца», намного агрессивнее обычной пчелы, которая жалит только в самом крайнем случае. Пчелы-убийцы нападают на любое живое существо, которое оказалось поблизости от их улья. А это значит, что человек может получить в 10 раз больше укусов, чем в случае с обычными пчелами. Африканизированные пчелы даже могут гнаться за своей жертвой на протяжении полукилометра. От их жала пострадало множество людей и животных. Может, нам больше не стоит скрещивать ядовитых существ? В этот раз получилось не очень. Раз уж мы заговорили о пчелах, то вот еще один воздушный агрессор – шершень. Шершни могут напасть при малейшей провокации. Но только представьте себе японского огромного шершня, который летит в вашем направлении. Его укус настолько болезненный, что может отправить вас прямиком в больницу. Даже если у вас нет аллергии, укус шершня может быть смертельным, если он успел впрыснуть яд. Если вас ужалили 10 раз, то вам нужно обратиться к врачу. А если 30 раз, то за вами уже приедет скорая. Яд шершня может привести к почечной недостаточности, то есть к смерти, если вам вовремя не будет оказана медицинская помощь. Интересно, кто опаснее – японский шершень или африканизированная пчела? И последний в нашем списке летающий террорист – это муха-ЦЦ. Эти кровососущие насекомые – самые крупные мухи Африки, и они обитают на всей тропической территории континента. Как и другие кровососы, эта муха является переносчиком опасных заболеваний, включая сонную болезнь человека. Нет, эта болезнь не помогает заснуть по ночам. На первой стадии заболевания человек испытывает симптомы, схожие с симптомами гриппа, которые включают высокую температуру и головные боли. Только через несколько недель или даже месяцев наступает вторая стадия, которая приводит к нарушению координации, онемению и проблемам со сном. К счастью, благодаря современной медицине уровень смертности от этого заболевания значительно снизился. Так, например, в 1990 году погибло 34 тысячи человек, а в 2015 году – 3,5 тысячи. И это число продолжает уменьшаться. Если вы хотите найти гиднору африканскую по запаху, поищите рядом Аморфофалус титанический. Это растение еще называют трупным цветком, и на вид оно довольно красивое. Огромный зеленый цветок возвышается на 3 метра, он высотой с бурого медведя, стоящего на задних лапах. И все-таки вы не сможете наслаждаться его красотой слишком долго, потому что он испускает сильный запах тухлятины. Однако мухи и другие менее разборчивые насекомые с удовольствием лакомятся его пыльцой и опыляют его. Я бы прекрасно вас понял, если бы вы с криком убежали от этого вонючего кошмара. Но помните, что у деревьев тоже есть уши, и они могут услышать ваши крики. А урикулярия – еще один вид грибов, похожий на человеческие уши. Эти грибы растут на деревьях и питаются ими. Взрослый гриб напоминает человеческое ухо, прикрепленное к стволу дерева. Но при ближайшем рассмотрении он темнее по цвету и более прозрачный. Самое интересное, что вы можете отрезать десяток таких грибов и дома сварить из них суп, потому что они считаются съедобными. Кто-нибудь хочет ушного супа? А вот то, что вам точно не стоит есть, как ни странно, напоминает зуб. Этот гриб называется гиднелум пека. Выглядит он тоже не очень аппетитно и похож на желеобразный пенек, сочащийся из пор кроваво-красной жидкостью. Его выступы на коже напоминают зубы, в которых растут споры, а его жидкость – древесный сок. Гриб выделяет ее, когда набирает из почвы слишком много воды, но ее назначение до сих пор неизвестно. И хотя этот гриб не ядовит, на вкус он очень горький. В отличие от воронца толстоножкового, который напоминает еще один человеческий орган. Это растение не такое устрашающее, как другие, о которых я успел рассказать. И все же от его прозвища «глаза куклы» у вас мурашки побегут по коже. Это зеленое растение с красными цветоножками, украшенными многочисленными белыми ягодами. У каждой ягоды в центре есть черная точка, из-за чего все растение напоминает жуткое дерево с глазными яблоками. Даже если вас не пугает его внешний вид, ни в коем случае не пробуйте его глаза, потому что они ядовиты, и одна ягода может убить даже совершенно здорового человека. Ой, а что это черная вон там? Летучая мышь? О нет, это еще один цветок. Такка шантрия. Он растет в теплых тропических лесах, и в сумерках его легко перепутать с летучей мышью. Однако некоторым людям этот цветок почему-то нравится, и они даже выращивают его в своих садах. Может быть, чтобы отпугивать вредителей? А вот что точно не понравится садоводам, так это кедровый яблочный гниющий гриб. Он не только вредит кедрам, но и выглядит отвратительно. Сначала он появляется пятнами на листьях, и распознать его сразу непросто. Но вскоре он превращается в коричнево-желтый пузырь, который постоянно увеличивается в размере, пока из него не начинают расти отростки. И вот тут начинается самый отвратительный этап. Из коричневого пузыря начинают вылезать оранжевые щупальца, отчего гриб становится похожим на экзотический фрукт. Эти желеобразные щупальца растут все больше, и свешиваются с ветки, как оранжевый осьминог-мутант. Кроме того, на них влияет влажность воздуха. Когда слишком суко, они съеживаются, а когда влажно, раздуваются. Хура взрывающаяся Как же хорошо, что это дерево легко опознать. Можно увидеть его издалека и обойти стороной. Оно достигает до 35 метров в высоту, его ствол покрыт конусовидными шипами, а плоды выглядят как маленькие тыквы. И каждая часть этого дерева опасна для человека. Если его смола попадет вам в глаза, слепота может стать пугающе реальной перспективой. Случайно съев его плод, вы получите почти мгновенную реакцию организма в виде колик, рвоты и диареи. А если этого вам недостаточно, то слушайте. Когда плод созревает, он становится коричневым и взрывается, разбрасывая семена во все стороны со скоростью 320 км в час. Несложно представить, какие увечья грозят тому, кто окажется в радиусе этого природного взрыва. Вишня и ее родственники Как ни удивительно, но мы не ошиблись. Вишневые деревья могут быть крайне опасны, особенно для маленьких детей и собак. В список родственников вишни входит персик, слива, абрикос, черемуха и прочие деревья этого вида. Все они вырабатывают особые вещества, которые в организме человека расщепляются до цианида. Особенно высокой концентрации эти вещества достигают в опавших или жухлых листьях. Даже одного съеденного листка ребенку или собаке хватит, чтобы вызвать жуткую боль в животе. А если будет съедено больше, то дело закончится отравлением цианидом. Если вы видите такие симптомы, как слабый пульс, припадки, темная моча и десны, и затрудненное дыхание, немедленно вызывайте врача. Отравление цианистым калием легко может закончиться летальным исходом. Конский каштан Еще одно дерево, которое вы вряд ли заподозрили бы в том, что оно представляет угрозу. Хотя оно и правда опасно. Листы, ветки и плоды конского каштана содержат сапонины, вещества, угнетающие центральную нервную систему. Маленькие дети и домашние животные любят играть с каштанами, упавшими на землю, поэтому следите, чтобы они не начали их грызть. Съев или даже просто откусив кусочек от конского каштана, ребенок или собака получат сильнейшее отравление. У животных, к тому же, могут начаться трудности с дыханием или судороги. Если поблизости от вашего дома есть конский каштан, лучше всего подобрать все его плоды и ветки и убрать подальше от детей и животных. Представьте, что вы лежите на пляже и вдруг видите, как рыба вылезает из воды, потягивается и идет по своим рыбьим делам, так и не вернувшись обратно. Это анабас. У него есть специальный орган, который позволяет ему дышать атмосферным воздухом в течение шести дней. И так как ему нужно питаться, то, конечно, он охотится на насекомых и на суше. Но у анабаса есть и одна неприятная черта. Если птицы или животные попытаются его съесть, он растопыривает свои жабры, блокируя дыхательные пути хищника. И заканчивается это плохо. В реке Тарн во Франции живут самы, которые охотятся на голубей, прогуливающихся вдоль берега. Известно, что самы могут вырастать до огромных размеров. Но самое любопытное, что только рыбы среднего размера могут охотиться на суше. Возможно, потому что очень крупные не могут слишком близко подплыть к берегу и уйти обратно с добычей. Больше нет ни одного вида самов, известных таким типом охоты. Но умение охотиться на суше вовсе не означает, что нужно выходить на берег. Брызгуны выработали уникальный способ добраться до своей жертвы над водой. Они просто плюют в добычу. Муха, сидящая на ветке дерева рядом с прудом, даже не поймет, что произошло. А в следующее мгновение она окажется в воде, где ее неминуемо съедят. Если бы аравана из Южной Африки была размером, например, с акулу, нас бы всех ждали большие неприятности. Эта удивительная рыба может выпрыгивать над водой на высоту, вдвое превышающую длину ее тела. И она делает это так быстро, что даже у змей нет шансов ускользнуть от ее челюстей. Аравана настолько любит питаться наземными существами, что даже не обращает внимание на рыбу, особенно на то, что плавает ниже нее. А теперь настоящий ужас. Тигровая акула. Она относится к самым свирепым океанским хищникам и тоже может охотиться на наземных животных. Ладно, не совсем так. Иногда она может съесть перелетную птицу, мигрирующую над ее территорией. И ей даже не нужно для этого выпрыгивать из воды. Птицы, такие как дятлы или иволги, теряют направление из-за ярких огней нефтяных вышек и падают в воду, где акулы с радостью ими обедают. Так что не волнуйтесь, тигровые акулы на берег пока не собираются. Тигровая рыба съест все, что сможет найти. А учитывая ее размер и чудовищные зубы, она находит много еды. В основном она питается другой рыбой. Но если пищи не хватает, она спокойно выпрыгивает из воды и ловит на лету насекомых и мелких птиц. Ее размера недостаточно, чтобы съесть человека, но ее название должно подсказать вам, что она с радостью полакомится вашей рукой или ногой. Познакомьтесь с живым ископаемым. Двояко дышащей рыбой. Ей уже более 400 миллионов лет. И за все это время она не сильно изменилась. Есть несколько разновидностей рыбы. И ее представители живут в разных частях планеты. Но у них всех есть одна общая черта. Как вы, наверное, догадались, это уши. Нет, легкие. Двояко дышащая рыба может дышать под водой при помощи жабр, а может выползти на сушу и несколько дней заниматься своими рыбьими делами. И, конечно, она питается наземными животными. Вообще, двояко дышащие рыбы всеядны и едят насекомых, рыбу, корни и растения. Змееголов, как и предполагает его название, похож на змею. Но у него есть одна уникальная черта. Он может ходить на своих плавниках. Благодаря этой особенности змееголов может спокойно переползти из одного водоема в другой, выбирая среду обитания по своему вкусу. По дороге он может проголодаться и с удовольствием полакомиться птицей или грызуном. Но если размеры позволяют, он охотится и на более крупных животных. Хиерокантиум инклусум или просто желтосумый паук известен своим желто-бежевым брюшком. Его размер колеблется от 3 до 9 мм. Его считают виновником большинства укусов в мире. Стоит ли говорить, что его укус крайне болезненный? Некротический яд повреждает кожный покров, приводя к его отмиранию. Кожа зудит и покрывается волдырями. Когда паук охотится, он недовольствуется традиционной поимкой жертвы при помощи паутины. Паук выслеживает добычу в ночи. К счастью, он предпочитает селиться подальше от человека. Но вы можете увидеть паука в собственном саду или в его убежище. Чтобы предотвратить встречу с желтосумым пауком, обязательно избавьтесь от всех трещин и отверстий в дверях, окнах и фундаменте дома. Так будет безопаснее. Номер 8. Австралийская вдова Австралийская вдова или Лактродектус хаселти обладает броской внешностью. На верхней части ее черного брюшка расположена ярко-красная полоска. У вас есть неплохие шансы встретить этого паука в Австралии, Юго-Восточной Азии или Новой Зеландии. Без паники, австралийская вдова, как правило, не агрессивна. Она не нападает на людей без причины. Ее не так просто спровоцировать. Однако эти пауки виновны во многих серьезных происшествиях в Австралии. Вам стоит всерьез опасаться самок насекомого, так как крошечные самцы вряд ли могут представлять для вас угрозу. Самки достигают 1 см в длину. Их яд очень токсичен. Он медленно воздействует на ваш организм, вызывая сильную боль, тошноту и мышечную слабость. При укусе срочно приложите лед к пораженному месту и обратитесь к врачу. Номер 7. Китайский птицеед Китайский птицеед или Кириупагопус Шмидти самый большой паук в Азии. Его можно встретить в Китае, здесь он возглавляет топ ядовитых пауков, и во Вьетнаме. Он имеет золотисто-коричневый окрас и достигает 20 см в длину. Китайский птицеед обитает в норах, которые покидает только для охоты. Яд паука содержит нейротоксин, который обездвиживает жертву. Вдобавок, он настолько опасен, что даже в малых дозах представляет угрозу для небольших животных. В общем, китайские птицееды избегают встреч с людьми, но если их потревожить, они могут вести себя агрессивно и даже укусить вас. Если это произошло, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Если не сделать этого вовремя, яд может привести к ужасным последствиям. Номер 6. Коричневый паук-отшельник Локсоцелис реклюса, также известный как коричневый паук-отшельник, один из самых ядовитых пауков в мире. Он достигает в длину 2 сантиметров и предпочитает прятаться в теплых местах, лишенных света, особенно за мебелью. Некротический яд паука-отшельника способен с легкостью разрушить стенки кровеносных сосудов поблизости от укуса. Жертве грозит возникновение кожных язв, которые будут заживать не один месяц. В самых запущенных случаях рана может быть заражена. Сами понимаете, ничем хорошим это не закончится. Так что план действий такой. Тщательно промойте место укуса мылом, постарайтесь поднять место укуса выше, приложите холодный компресс, немедленно обратитесь к врачу. Номер 5. Чилийский паук-отшельник Мы уже упоминали пауков-отшельников и давайте поприветствуем еще одного представителя вида Локсасцелис лаэта или чилийский паук-отшельник. Они могут достигать в длину 4 сантиметров. Эти пауки обитают в Южной Америке, Чили, Перу, Аргентине и Бразилии. Как правило, не проявляет агрессии по отношению к людям. Однако они могут укусить человека, если окажутся на его коже. Последствия укуса варьируются от обычного раздражения до отмирания клеток кожей и других пораженных органов. Помните, что в первую очередь нужно приложить к пораженному месту ледяной компресс и алоэ. Это поможет снять острую боль, пока вы будете добираться до больницы.